Спасибо за просмотр! Всем добрый день! Меня зовут Сангаревич, компания FreshForex. Начинаем наш вебинар по обзору рынка. Проверим качество связи, если меня слышно и видно. Поставьте, пожалуйста, плюсы в чат. Отлично, благодарю за обратную связь. Начинаем мы, как обычно, с календаря пробытий. У нас сегодня через час интересные новости. Это данные по рынку труда Великобритании. Здесь нас интересует, в первую очередь, средний заработок. Мы в пятницу говорили об американском среднем заработке, который вырос и вызвал укрепление доллара. Тогда мы могли на этом заработать неплохо. И сегодня тоже говорим о среднем заработке. Если он тоже будет хороший, то мы можем неплохо заработать на британской валюте. То есть здесь нас интересует, если покупаем фунт, то данные лучше, чем прогноз. То есть у нас прогноз сегодня 2,5, значит 2,6, 2,7, 2,8. Либо, если у нас данные будут 2,3, 2,2, то значит фунт будет снижаться. Вот здесь такие могут быть ориентиры. То есть смотрим на итоговые цифры и после этого можно уже торговать. Сейчас включим экраны. У нас по евро-доллару тенденция вверх. Начинается тенденция вверх. В принципе, хорошая. Мы накануне говорили, что сигналы такие смешанные. Продавать поздно, покупать сигналов нет. Есть только покупать с прицелом так недели на 3, ждать роста к верхней по буллинджеру. Может, конечно, не раньше сходим, но может быть недели все затянется. Если смотреть сейчас, то есть сейчас сигнал есть на покупку. У нас часовки вышли в тренд по EZX-34. И здесь у нас рынок облигаций показывает тренд по спреду Германии и США. Сегодня рост хороший, вчера тоже был хороший рост. Поэтому здесь сейчас краткосрочно можно также покупать пару. Где ее покупать? Она вот сейчас у нас за Bollinger вышла. Bollinger у нас расположена на отметке 1.1626 на часовом графике. И на этой отметке можно покупать 1.1626. Это 16.75. А сегодня вполне там можем оказаться. Что еще позитивно для евро и для британского фунта? Это рост нефтяного рынка. Мы тут также говорили об этом накануне, что покупаем нефть и ждем ровно этой неделе к 79.90. То есть прогноз именно на всю эту неделю. Я бы не стал ловить там маленькие движения 10, 20, 30 пунктов. Я бы взял именно побольше движения на 79.90. Здесь вполне хорошие такие сигналы. У нас нефть в технике, по-прежнему, хороший тренд. ДИКС, дневной график 41. По АТС нет никакой перекупленности. Значение 61. Мы можем порасти. Это самое верхнее по Bollinger у нас еще повыше стало. Теперь уже 80.14. И здесь все указывает хорошую тенденцию к росту. Что касается новостей, то новости позитивные по-прежнему приходят. Тут, значит, вчера мы говорили про Ирак, что в районе Басары там демонстрации громят здания дипломатов Америки, Иран. В Басаре вроде немножко ситуация успокоилась, но поскольку там в пятницу минувшего были такие многотысячные акции протеста, 15 тысяч человек насчитали, наверное, это еще и продолжится, может быть, в ближайшее время. Вряд ли такая толпа может быстро успокоиться. Но пока там все тихо. Тут в другой стороне Ближнего Востока тоже такой очаг вспыхнула. Это Ливия. Там тоже такая усиливается напряженность. И там, значит, террористы вчера обстреливали офис, центральный офис стандартной ливийской нефтяной корпорации. У них она, да, есть корпорация в Ливии. И здесь, значит, были такие вот обстрелы. То есть это тоже такие вот намеки, что кто-то хочет захватить власть, нефтяную власть в стране. И там буквально две недели назад, значит, шли какие-то противопияния за два порта, из которых нефть на супертанкерах отправляется по Средиземному морю в Европу. Эти порты армия ливийская отвоевала у террористов, но террористы не сдаются, и вот обстреливают уже центральный офис ливийской нефтяной корпорации. То есть это тоже такой небольшой очаг. У нас есть первый такой момент. Второй момент. В четверг в Америке ждут урагана мощного. Там опять началась ситуация от сотрудников с платформы в Мексиканском заливе. На прошлой неделе ждали, что у урагана была эвакуация, но ураган не подтвердился. Он такой был квалифицирован в небольшой такой тропический шторм. Но сейчас уже ветерологи говорят, что именно будет ураган такой мощный. И, в общем, ждут его в четверг. В четверг вечером, и опять нефтяники стали эвакуировать своих работ с платформ, которые на шельфе работают, добывают нефть под водой. И, значит, тоже такой небольшой плюсик. Самый, наверное, главный плюс не в этом, а в том, что вчера была статистика из Китая, у нас журналисты, экономисты, пацифисты, кто только не говорил о том, что в Китае будет замедление экономического роста, экономика Китая сдувается, там пузырь, там еще что-то. Ну, в общем, как обычно, бред. Вот, понесли экранов телевизоров. И вчера мы получили статистику интересную, значит, по Китаю. Китай увеличил закупки нефти в августе на 12% по сравнению с августом 2017 года. И здесь получается вот ответ на все эти вопросы. То есть, если в Китае все плохо, тогда роста на 12% не было. Китай напротив покупки нефти наращивать. Плюс есть еще второй такой тоже миф, что сейчас очень дорогая нефть, она очень сильно выпла. И здесь, значит, у нас рост цен продлится, нефть будет падать, все плохо. И вроде от этого будут страдать потребители нефти. Вчера тоже был интересный отчет от крупней в Европе компании, авиакомпания Air France. Она публиковала свои результаты за август. Каждый месяц она результаты публикует. И вот в августе на 2% тоже перевозка пассажиров увеличилась. Хотя в августе были максимальные цены на билеты в этом году. И 2% все равно выросла. Пассажиропоток. То есть, это о чем говорит. Это говорит о том, что цены максимальные в этом году, но они не критичны для пассажиров. То есть, они нормальные. Люди летают с валютами. заправляются топливом, которое из сферы делают. То есть, это тоже очередной миф. Миф в том, что у нас, в принципе, посмотреть на график месяц, был рынок такой вот на уровне 100. То в 2011 году, в 2012, в 2013, в первой половине 2014. Тогда рынок был сбалансирован. То есть, спрос находился на уровне падения. И все было нормально. И здесь котировки были 100. С тех пор прошло 5-6 лет. Инфляция в долларах 8%. И тот уровень 100, он уже не 100, он уже 108. А у нас сейчас 77. Поэтому сейчас рынок сбалансирован. Тоже спрос даже немножко превышает предложение. Потому что падает добыча Венесуэля очень сильно. Но там небольшая разница. Будем считать, что рынок такой же, как тогда в 2012-2013, в начале 2014 года. Как раз вот в середине 2014 года предложение стало увеличиваться. То есть, больше нефти стали добывать. Спрос был тот же самый. И в итоге рынок вышел в дисбаланс. Цена рухнула. А сейчас все нормально. И здесь получается вот такая вот тенденция. Поэтому здесь вывод такой, что, в принципе, нам врут. Все эти журналисты и экономисты. Все нормально в Китае. Для потребителей нефти тоже все неплохо. Поэтому нефть будет расти, на мой взгляд, исходя из технических факторов, фонтальных. Поэтому ждем рост к 79.90. И для евро это тоже позитив, когда нефть растет. Поэтому евро покупаем. Боллинжер, значит, 16.26 и 16.5 это цель. Так, в целом, по евро цель основная, это наверх не по Боллинжеру, 17.80. Но сегодня, наверное, не дойдем. Завтра тоже. Но можем так оказаться, допустим, через недельку-две. Вот так вот. Вот здесь такая тенденция. Спасибо за вопросы. Я вижу. Сейчас обязательно поговорим о фунте британском. Может фунт упасть к 1.30? Вы знаете, я думаю, нет. Вчера мы рассматривали дневной график. Говорили, что вот эта вот такая тень, длинная вверх, 7 сентября, пятница, она указывает на то, что будет движение вверх. И движение вверх у нас вчера состоялось. Сегодня уже состоялось. Сейчас проходит движение вверх. Будет ли здесь противопадение? Я думаю, нет. Почему? Потому что здесь в целом картинка трендовая. На часовиках, на четырех часовиках. Тренд хорошей дневки, тренда нет. Может ли быть падение? Я думаю, мы можем опуститься на 1.36 максимум. Это среднее по Боллинджеру. И здесь у нас получается, наверное, такой максимум по снижению. Ниже не уйдет. А может быть, даже до этой отметки не уйдет. Сейчас по фунту, кроме технического тренда, еще очень хороший тренд фундаментальный. Значит, новости хорошие по Великобритании. Торговый баланс выравнивается. Он, в принципе, плохой торговый баланс. Потому что там импорта больше, чем экспорта. То есть Великобритания меньше продает своих товаров, а больше закупает других товаров. В первую очередь из Германии, из Франции. И это плохо для экономики. Нужно, чтобы наоборот было. Чтобы страна больше своих товаров продавала. Но, тем не менее, ситуация-то управляется. Раньше у них еще больше импорта было. Сейчас поменьше. Поэтому небольшой такой позитив есть. Второй момент. Это Санта-Барбара продолжается с Брэкзитом. Вчера были новости, что все-таки сможет Великобритания договориться с Европейским Союзом о льготах для себя. Потому что они выходят из Евросоюза. Вот этот вот Брэкзит, так называемый, запускается. И Европейский Союз, они представители Франции, Германии, Италии и так далее. Они были настроены на то, чтобы не предоставлять какие. Сейчас вроде как почти договорились. Это слухи пока. Но вроде как договорились. Вчера выступал один из представителей Великобритании, который идет в переговоры с Европейским Союзом. Он сказал, что вроде нормально. Все, мы договариваемся. Ну, в общем, Санта-Барбара продолжается. Брэкзит два уж года с лишним длится. Пока Санта-Барбара тоже на стороне фунта. А рынок делегации на стороне фунта, причем очень сильно. И спред Великобритания в США растет, и Великобритания в Германии растет. То есть здесь все очень здорово. Сколько мы сейчас по версии перекупленности стоим, то покупать прямо сейчас бы не стал фунт. Я бы его лучше купил бы не сейчас на 1.3065, а на 1.3040 купил бы фунт. И еще Байбимид можно поставить на 1.3016. И цель 1.31 ровно. Вот здесь такая тенденция фунта. По паре доллар-японская иена потихонечку она движется к 112. Не так сильно, не так быстро, но потихонечку ее. Поэтому здесь, если покупать, то держим до 112. Ничего не делаем. Если не без партизации, то покупать сейчас прям 151-112 цель. Здесь тенденция на EDX тоже часовки вверх, 4-х часовки вверх, дневки flat. Но поскольку есть 2 таймфрейма из 3, этого достаточно. Что позитивно из новостей, то что фондовые рынки начали расти. Сан-Пи пока не так сильно, Олег. Что касается прям сегодня, может ли тестировать 925, честно говоря, не знаю, успеет ли сегодня это сделать. Здесь, может быть, и сегодня, может быть, это еще затянется на пару дней. Не уверен, что прям именно может быть быстрая реакция. Но, может быть, даже и сегодня будет ударовок. Почему может быть и сегодня? Потому что в сан-Пи коллективы дорожают. Сегодня в Азии хорошо поросли. Вот некий хороший обычный свечка. По некий. Хорошо растет нефть, хорошо растет медь. Это все такие активы, которые с СНП в одно направление. По СНП вчера небольшой рост, сегодня тоже пока скромный. Не знаю, успеем ли сегодня, но я думаю, в ближайшие дни мы туда сходим. На 2925. Вот здесь такая тенденция. И для пары доллар-иена это тоже такой плюс, что рыбы подрастают. Здесь, значит, все так вот неплохо. Что касается еще интересных инструментов. Золото интересно для покупок. Здесь цель наверх типа Боллинджеру. Цель не достигли. Новый достигнуть можно в любой момент. Тем более, что евро стартовало вверх неплохо. Фунт стартовал вверх неплохо. Обычно золото в одном направлении ходит с евро и с фунтом. Золото пока стремит. Поэтому в любой момент золото может так же вырасти быстро. Поэтому здесь покупка интересна на текущем уровне. Средняя по Боллинджеру на дневках 1195.80. Цель это верхняя на дневках 1013.39. Вот здесь такие интересные сегодня инструменты для торговли. И если S&P должен идти вверх, и тоже так думали, должен идти вверх. И в течение этого месяца, сентября, и особенно в течение октября. Самый такой хороший рост я ожидаю где-то с 15 октября. Вот так вот. С 15 октября и где-то до 15 ноября в течение месяца. Я думаю, будет хороший такой тренд вверх. В это время в отчет корпорации. И отчеты будут хорошие. Почему? Потому что АСМ, она это показывает. Отчеты АСМ мы на прошлой неделе разбирали подробно. И АСМ промышленности заходили на сайт АСМ на прошлой неделе. Поэтому мы все это разбирали. Отчеты очень хорошие. Евро, Александр, я думаю, надо покупать. Вот отметки 1.16.26. И цели 1.16.75. По евро хорошая тенденция к росту намечается. Что у нас сегодня еще интересного? Я бы обратил внимание на Лукоил. Интересный инструмент. Нефть растет. И для Лукоила это очень хорошо. Российский отечественный инструмент. Здесь тренд вверх хороший. На дневках, на четырех часовках и на часовках тоже тренд вверх. Все три графика показывают рост. Верхняя по Боллинджеру у нас находится на отметке 4.801. Сейчас отметка 4.724. На Лукоил можно купить здесь рост котировок. Я думаю, будет здесь все неплохо. Что касается доллар-рубль. Тоже, наверное, многих интересует. Здесь вышли за Боллинджер три дня. Вот сейчас возвращаемся обратно. По паре доллар-рубль у меня вот есть в голове два сценария. Оба сценария показывают движение вниз. То есть рубль будет укрепляться. Вопрос во времени. Когда начнется это укрепление. Первый вариант, он плохой такой. Сейчас у нас будет шумиха из-за Сирии. И там все говорят, что готовятся по локации с использованием химического оружия. И никто еще это оружие пока не использовал. Наверное, у меня такая вот в голове мысль. Что вроде как, в принципе, готовят оружие использовать. И сейчас просто идет такая торговля между Россией и США. Вроде если смогут договориться там в каких-то своих условиях, то все будет их спокойно. Никакого оружия никто использовать не будет. И разорвется. И если не смогут договориться, то, наверное, будет какая-то там провокация. США скажут, что использовали оружие сирийцы. Россия их в этом поддерживается рано. Будут атаки военные. Рубль еще немножко шатает из-за этого. Потом еще пару городских сумасшедших скажут в Конгрессе, что нужно санкции ввести из-за этого. Потом, и вот так в сентябре все будет так. Так вот туда-сюда шатать. Потом в октябре все успокоится. Санкции ники вводить не будут, потому что Минфин американский скажет, что вы пока языки свои придержите. У нас на кону большие деньги. И вроде бы ничего такого делать не надо. И начнется тогда вот укрепление рубля. Где-то ближе к американским выборам. Такое хорошее, сильное укрепление рубля, потому что по нефти все очень здорово. Второй момент. Начнется укрепление прямо сейчас. И будет такое укрепление до конца года. Оба сценария, они с одинаковой вероятностью. К тому же, что я не знаю, что там у них сейчас на уме. У тех, кто решает оборус по Сирии. Но поскольку уже Россия целую неделю кричит о провокации, значит, и никакой провокации нет. То, значит, просто идет такая договоренность. Кто больше себе, скажем так, преференции получит. По-любому, американцы свои условия предъявляют, которые, наверное, Россию не устраивают. А они предъявляют свои условия. В принципе, с точки зрения логики, непонятно, кто эти другие там делают. Потому что Сирия находится далеко от России, от Америки. От Америки еще дальше. По идее, тем и тем надо дома сидеть, своим делами заниматься. Но и те, и те играют в крутых ребят. Что вроде и Володя крутой, и Дональд крутой. И все, в общем, меряют со своими. Но в итоге рубль из-за этого страдает. Доллар, в принципе, не страдает. Рубль тут из-за этого страдает. Немножко так вот, на коробке. Поэтому вот два таких сценария по российской валюте. И пока непонятно, как в итоге все это реализуется. Но в целом, получается, выборы в Америке пройдут. Эта серия никому будет неинтересна. Самые отношения России будут никому неинтересны. Это все равно предвыборная такая шумиха. Потому что всегда нужно устроить какую-то войну. Ее выиграть, чтобы потом перед избирателями покрасоваться. Тем более, если вы посмотрите на историю Америки. Последние 50 лет она все время с кем-то воевала. И все время лезла, сувала свой нос туда, куда ей надо. Тут касается и Сирии, и Ливии, и Ирак, и Югославия та же самая. Да и в Афганистане в том же самом. То есть, они везде куда-то залазят. И в России тоже везде куда-то туда залазят. Непонятно тоже, зачем они залазят. Но мы, видимо, не знаем, какие там игры политические. Поэтому, если сейчас смогут договориться, значит, тогда все, укрепление начнется прямо сейчас. Потому что уровни очень такие высокие, люблю. Единственное, что меня отмущает, я сегодня слушал утром интервью Орехкина. Это бывший Улюкаев. Это был министр экономического развития России. Тогда Улюкаев, прошлый министр, он всегда давал нам сигнал наоборот. Всегда, причем 100% сигнал наоборот. Вот, если Улюкаев будем расти, значит, падаем. Причем сильно. Орешкин, но он, я пока не отслеживал за ним тенденцию. Он пока мало особо так говорит по рублю. Но в прошлом, он говорил в прошлом году, я помню, летом, он как раз говорил, он будет расти, там с 60 мы уйдем на 65, доллар подрастет. В общем, тут вот какой-то такой тренд он обозначил. Да, с 60 мы ушли на 55. То есть, сработал сигнал наоборот. Сейчас Орешкин говорит, что доллар надо продавать, рубль будет 10. И вот это меня смущает. Наверное, значит, высока вероятность, что сейчас угрепременный рубль не начнется. И начнется оно, наверное, где-то как раз вот так вот с конца актива уже перед американскими выборами. Ну, посмотрим, может быть, Орешкин в этот раз скажет верный прогноз. Кто его знает. Это у Легаев всегда давал ошибочный прогноз. Может быть, у Орешкина будет 50 на 50. Но это, честно, меня смущает. Когда вот это заявление, что все стабильно, обычно все плохо. Это можно в интернете посмотреть с Ельцином, когда этот человек говорил о том, что ответственно заявляют, дефолта не будет за 2 недели до дефолта 98-го года. И вот с тех пор у меня всегда такие большие подозрения к чиновникам. Когда они говорят, что все хорошо, значит, прям все плохо будет. Они народ пытаются успокоить, но ситуация печальная. Ну, посмотрим. Может быть, тут немножко по-другому. Может быть, будет в этот раз верный прогноз. Но вот это смущает, скажем так. Так, что будет с долларом, если все-таки Россия перейдет в Турцию и ран на расчеты вместо валюте. Спасибо за вопрос. Вопрос тоже интересный, Евгений. Ну, если Россия перейдет для доллара, это минус. Потому что Россия очень много продает нефти, газа, алюминия, никеля, меди, леса, еще чего-нибудь там она продает. Природные ресурсы. То Россия большой участник вот этой вот международной торговли природными ресурсами. Все эти природные ресурсы торгуются за доллары. Здесь минус. Но не скажу, что прям огромный, но минус. Турция – это маленькая экономика. И ее торговля, она маленькая. Иран экономика тоже маленькая. И здесь огромной роли это не будет. Если все три они перейдут, то, в принципе, это небольшой такой позитив для их валют. То есть это позитив для рубля будет, потому что здесь, опять же, позитив как? Так вот, если перейдут только, как они сейчас говорят, на расчеты между странами, здесь позитив скромный. Ну, потому что торговля России большая, и странам тоже. А Россия в основном торгует с двумя странами. Это Европейский союз, не странами, даже блок Европейский союз, это Еврозона и Китай. И если Россия перейдет на торговлю в рублях с Европой и с Китаем, то для рубля это большой плюс. Другое дело, наверное, им это не нужно. Потому что если будет рубль сильно укрепляться, тогда, значит, здесь им будет меньше денег в экономике, рублей. Меньше рублей в экономике, тогда что придется воровать? Мало придется воровать. Наверное, это никого не устраивает. Нужно, чтобы денег было побольше, чтобы воровать можно было побольше, и тогда мы обмали. Поэтому, в принципе, это разумно, с точки зрения разумности, перейти на расчеты в социальной валюте, чтобы вашу валюту не называли деревянной рубль, чтобы над ней не смеялись, чтобы валюта была крепкая. Если любите свою страну, то вы так и сделаете. Но вот эти люди, которые управляют страной последние лет 30, вряд ли они прям так страну, чтобы делать ее крепкую, сильную, чтобы валюту там не обзывали. Ведь, наверное, все равно неприятно. Когда в моей стране называют там рубль, деревяшки, деревянный, там фантик, но вот в Америке, допустим, они всегда горды своим долларом, что у нас сильный, мощный доллар. Посмотрите на заявление там, что Обама, предпоследнего президента, что Буш перед ним был, что сейчас Трамп. Они, каждый из них, как минимум раз в квартал, стабильно на выступлениях, они всегда подчеркивают, что у нас сильный долг, что у нас сильная экономика, там, что у нас все это. А здесь как? Здесь живут на продаже сырьевых ресурсов и все. Рыбали бы забывать деревяшкой там и так далее. То есть, здесь, конечно, это разумно, но они этого не делают, они этого не хотят, у них другие интересы, чтобы не было никакой сильной страны экономики. Это была вот такая непонятная экономика, и мы все в ней варились в этой непонятности. Поэтому, наверное, я думаю, этого не будет. Такие локальные расчеты между Турцией в рублях, в лирах, да, и не особо ничего не цифрового. Даже здесь, наверное, больше будет для Турции позитив. Потому что у Турции доля России и Ирана занимает хорошую. А вот у России, Турции и Ирана занимают мало. Поэтому для турецкой лиры это позитив. Почему как раз турецкий президент это и предложил первый? Уже Иран подтянулся, Россия вроде тоже кивнула головой. Но это больше для Турции. Поэтому лира здесь получит небольшой такой льго позитив. Для России нужно идти на расчеты в рублях с Европой. Они этого делать не будут, потому что вот мы уже объяснили, в чем. Поэтому я такой, наверное, это будет такой больше, скажем, что ли, такой предвыборный шаг. Что не предвыборный, но какой-то такой популистский, назовем его. Шаг, что вот мы вроде перешли. Вот мы такие младцы. Но по факту это такая косметическая мера экономического эффекта она несет. Поэтому это то же самое, что перейти на расчеты в рублях с Америки. И Америка занимает малое место в российской торговле, всего 3,5%. И если эти 3,5% перейдут на расчеты в рублях, то есть за 5 американцев покупать какую-то продукцию из России. И то же самое там «Титан» от компании «Вассамплавизм». Это «Титан», который используют при строительстве самолетов, тех же «Боингов». Допустим, они будут покупать тонну «Титана» не за доллары, а за рубли. Но все равно эта роль не сыграет от всего там. Вся эта торговля, Россия, Америка, 3,5%. Как раз вот с Европы это разумно. И у Европы есть своя валюта, которая тоже входит в число резервных валют евро. Вы также можете, даже если не рубли, хотя бы торговать, перейдите за евро. Тем самым все равно вы ослабите влияние доллара, американской системы, на свою экономику. Потому что тут не просто нужно доллары купить, тут нужно же еще эти доллары купить через американские банки корреспондента. Кто в банках работал, понимает, как там валюту покупать. Поэтому здесь вы в такой двойной зависимости от американцев банков и от самой этой бумаги доллара. А если вы перейдете на евро, даже если рубли вы там не хотите, они вам мешают, эти рубли не нравятся, перейдите на евро, вы будете покупать бумагу из Европы и работать через европейские банки. И тем самым вам вообще американцы будут не нужны ни их банки, ни их доллар, ни их Трамп, там ничего. Но опять же этого не хотят. Значит, кому-то это выгодно. Всегда нужно смотреть со стороны, кому это выгодно. В чем их здесь интересы. Наверное, выгоды есть какие-то, есть какие-то интересы. Поэтому так и делают. А нам все это дело маскируют, что вот у нас там вражда с Америкой и так далее. Это как вот с Украиной. Вроде как Россия тут в конфликте с Украиной 4 года, там Крым наш, там Донецк наш и так далее. При этом по итогам 17-го Россия стала крупнейшим инвестором Украины. То есть капитал из России идет в Украину, покупают заводы, фабрики, строят различные производства. То есть как вот так вроде, да? Непонятно. Если вы с ними конфликтуете, с властью украинской, называете там их такими плохими, зачем тогда вы вкладываете деньги? Зачем вы даете им деньги? Зачем вы тогда все это делаете? Или если вы с американцами вроде конфликтуете? Зачем тогда вы покупаете их облигации государственные? Тоже непонятно. Просто вот какие-то такие игры политические проходят. Поэтому я думаю, что, Евгений, такого не будет. Глобального перехода. Небольшой, маленький переход между Россией и Турцией возможен. Это больше плюс для Турции. Для России это опять ничего. Поэтому в целом такой здесь вывод. Вот из всех этих новостей выиграет Турция. И Россия особо не получит. Для доллара это никакого эффекта не окажет. Если же Россия перейдет на расчеты в рублях, или в евро, или в юанях с Китаем и с Европой, для доллара это большой минус. Перейдет ли Россия? Ну, может быть, такой вариант. Пока она не перейдет, рубль от этого дивиденды получит, а доллар от этого тоже не пострадает. Вот здесь такая тенденция. Уважаемые коллеги, всех благодарю за внимание. Желаю сегодня всем успехов в торговле. Завтра, в среду, в сентябре, в день.